И это радует. Так, значит, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад присутствовать здесь и выступать перед вами с лекцией по приглашению и коммерческого партнерства правоведа в третий уже раз. Сегодня очень необычная тема, я честно скажу, что я первый раз в жизни читаю лекцию на эту тему, хотя читаю лекции раза в три в месяц, только на выезде, не читая Москве. И Дальк написал на эту тему книжку, но эта книжка состоит из бытовых советов. Называется она «Как самому победить кризис». То есть как действовать, как жить, как строить свою жизнь в условиях экономического кризиса. Она родилась очень просто. Осенью 2008 года, когда наше руководство начало бороться с очередными проблемами, экономика посыпалась, а я вдруг обнаружил, что огромное количество моих знакомых забыло, как вести себя в условиях ухудшения экономической конъюнктурии. То есть прошлый кризис был 10 лет назад, в 1998 году, когда многие были просто детьми, и огромное количество людей полностью растерялось. Она привыкла жить в условиях, когда каждый день лучше предыдущего, пусть даже база и низкая. И когда вдруг следующий день оказался хуже предыдущего, люди растерялись и начали делать серьезные ошибки. И я написал книжку просто на личном опыте, основываясь, о котором я с вами поделюсь, о том, как действовать и как жить, когда вдруг произошло ухудшение экономики, произошло ухудшение экономики. В 1998 году в кризис вошли и в кризис попали люди, которые прекрасно помнили начало 90-х и середина 90-х. Была совсем недолгой. В конце 80-х, начале 90-х, советское общество прекрасно знало, что война может быть в любой момент. И к этому все были, ну почти все были внутренне морально готовы. И, конечно, то, что случилось в начале 90-х, было ужасной неожиданностью. Но люди понимали, что может быть плохо. А вот в 2008 году люди оказались к этому не готовы. И как ни странно, хотя с 2009 года прошло совсем немного времени, сейчас тоже я вижу, что готовы не все. Что у нас происходит? В чем причина того, что у нас впереди ждет экономический кризис? Ну, прежде всего, это глобальные проблемы, о которых я рассказывал. Это глобальный экономический кризис никуда не делся. И рано или поздно экономические проблемы приведут к тому, что цена на нефть пойдет вслед за ценой на золото. Как мы знаем, золото – сакральный металл, некоторые на него молятся. Это не просто сырье для электротехнической промышленности, это вот золотой телец. И вот золотой телец на наших глазах с 1900 долларов за тройскую унцию упал до 1250 долларов за ту самую тройскую унцию. И там где-то болтается. Не факт, что пойдет после этого наверх, а не будет. Глобальная депрессия – это удешевление всего. Несмотря на то, что все страны мира вливают деньги в экономику, этих денег все равно на всех не хватает. А вторая проблема – это, собственно, российский кризис. Мы видим, что даже при запредельно высоких ценах на нефть коррупция, монополизм и порожденный ими исключительный уровень безответственности и, как говорят американцы, альтернативной одаренности ломает хребет российской экономики. В 2010-2011 экономический рост был 4,3%. В 2012-м – 3,4%. В 2013-м – хорошо, если будет 1,5%. И в следующем году, при сохранении прежней социально-экономической политики, экономический рост сменится экономическим спартам. При этом, по итогам первых трех кварталов этого года, экономический рост составил 1,3%, то есть он в три раза ниже прошлогоднего, когда было 4%. На это накладывается исключительный идиотизм, проявляемый замечательными руководителями в ряде отраслей. Классический пример – железнодорожный транспорт. Мой любимый. Я очень хорошо отношусь к руководству РЖД. Но организовать экономическую политику и организовать развитие отраслей таким образом, чтобы люди в нашей стране возили каменный уголь на расстоянии 300 км автомобилями – это выгоднее, чем возить железнодорожный транспорт. Чтобы люди возили бензовозами при замечательном уровне рабочей силы, когда люди сидят на приступочке своей машины и спокойно перекуривают, при том, что это бензовоз. Как я видел своими глазами в Московской области. Бензин возит автомобиль на расстоянии 500 км. Это наглядная иллюстрация качества современной работы в железной дороге. Такое ощущение, что она столько, что прошла гражданская война и вот разруха. В региональных бюджетах кризис. В Хатамасийском округе, одном из богатейших регионов России, дефицит регионального бюджета вырос в 6 раз, превысив 60 миллиардов рублей. Но это немного относительно масштаба бюджета, но тем не менее. В Москве он превысил 230 миллиардов рублей. В 2014 году из тех регионов, которые уже приняли законы о бюджете, есть только один регион, в котором бюджет сведет без дефицита. Это республика Калмыкия, где бюджет сведет в ноль. Все остальные дефициты. Безумная реформа налога на прибыль, которая проведена в этом году, когда налог на прибыль платится консолидированными группами. То есть, во-первых, он уменьшен на убыток убыточных подразделений этих коммерческих групп, а во-вторых, он платится не там, где находится производство, а там, где находится головной офис. Эта ситуация сохранится в 2014 году. Мы видим откровенный саботаж майских указов президента, когда нужно повысить зарплату учителям, но обязанности сброшены в регионы без увеличения соответствующих финансовых ресурсов регионов. И поэтому в реальности зарплата повышается при помощи сокращения численности учителей и работников здравоохранения. И это на сегликация их труда. В результате закрываются сельские школы, сельские больницы. Идет вторая волна этих закрытий, по крайней мере, в Центральной России. И в деревнях детей возят автобусами в школу в одну сторону 2-2,5 часа, как и в Ивановской области. То есть это ситуация, когда регионы не просто загоняются в кредитное рабство, это такая извращенная поддержка банковской системы, это ситуация, когда регионы уже не могут в некоторых случаях расплачиваться даже с банками. Некоторая стабильность в экономике будет обеспечиваться любой ценой до конца Олимпиады. Это понятно. Имидж это главное в современной экономике, в современной политике. Но по завершении Олимпиады все дружно ожидают ослабления рубля. Просто потому, что поддерживать экономику, поддерживать конкурентоспособность экономики в условиях, когда государство принципиально отказалось от развития протоколовок, а в рамках ВТО простые методы поддержки конкурентоспособности запрещены, а сложные методы никто никогда не пытался осваивать. Единственный способ поддержания экономики – это ослабление рубля. Так что после Олимпиады ждем очередной волны. Понятно, что ослабление экономики – это рост цен и это дезорганизация экономической жизни. простой пример. У нас был ослаблен рубль немножечко и в ноябре официальная инфляция была в два раза выше, чем в ноябре прошлого года. Она была низкой – 0,6% против 0,3%. Во-первых, это официальная инфляция и во-вторых, она все равно в два раза ниже. Поэтому разговор об экономическом кризисе, о том, как жить в его условиях, с моей точки зрения, актуален. Мы в него так или иначе попадем. В некоторых отраслях, в некоторых регионах это чувствуется уже сегодня. В Центральной России очень многие сферы обслуживания сталкиваются с явлением, которого не было, скажем, в прошлом году, так называемый потребительский терроризм. Когда я прихожу к Зубнову, в парикмахерскую, к адвокату, получаю полный спектр услуг и полностью удовлетворенный бросаю шапку козе, говорю, что меня здесь страшно обидели, что меня здесь не любят и не поняли, что ко мне здесь плохо отнеслись и что вообще я платить не буду, потому что здесь все враги. И ухожу с гордо поднятой головой. Вот это явление стало массовым, ну скажем не массовым, но сильно заметным. Причем суммы, из-за которых происходит скандал, в общем-то невелики даже в относительно обеспеченных дарами. То есть возникли серьезные проблемы с уровнем жизни людей. И они, скорее всего, будут усугубляться. Я приношу извинения сразу за обрывочность, потому что проблемы разные. Я хочу осветить именно разные сферы жизни в условиях кризиса. Во-вторых, вероятно, для многих из вас я буду говорить о проблемах очевидных. Ну, в этом случае я прошу меня простить, потому что уровень деградации нашего общества, возможно, я реоценю. Но у меня был замечательный случай, когда я абсолютно интеллигентным людям объяснял, что зубы нужно чистить два раза в день. Я не смог вам это объяснить. Почему? Потому что они считали, что одного раза абсолютно достаточно. Перед едой утром. А то, что вы ели в течение дня, и то, что у вас на зубах остается, это никого не волнует. Вечером чистить зубы совершенно не обязательно. Я не смог это объяснить. И так далее я. Я прошу прощения. Да. А могли бы мы вас попросить все-таки, чтобы вы могли свой сегодняшний эволюционный материал искать, как скоррелировать с посланием президента? Очень интересно. Вы знаете, тема сегодняшнего эволюционного материала, если вы не обратили внимание на эту тему, как саму победить кризис. О том, как жить в условиях кризиса. Если вас интересует послание президента, я с большим удовольствием отвечу на ваши вопросы, но по завершению. Просто вы говорите о том, что лекция будет о том, как выжить в кризисе. Это понятно. Но индивидуально от того же все равно не получится. Но у нас как раз таки президент в этом послании сказал о том, что вот мы сделаем, нужно сделать то-то, а то-то, а то-то. А насколько это правильно? Вы знаете, я выступал на тему макроэкономики здесь уже два раза. Да, в много раза более. Замечательно. Значит, если вы захотите задать вопросы, я повторяю, с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы, по завершению сегодняшней лекции. Но вы пришли на лекцию не о послании президента, а о том, как действовать в условиях кризиса. Если вы считаете, что вам в условиях кризиса выжить не удастся, ну я боюсь, что вы не туда пришли, потому что тема... Я, в целом, не индивидуально выжить не удастся. Вот и муниципальная реформа, которую делал президент, она нам поможет? Я, Михаила, послушаю. Платика тоже мало все-таки. Мы пришли на вопрос. Значит, еще раз. Если вы считаете, что вам в условиях кризиса выжить не удастся, я не сомневаюсь, что в городе Сургуте есть прекрасное благоустроенное кладбище. И вам, скорее всего, туда. Я подошу извинения также за то, что это личный опыт и ничего больше, и, возможно, избыточная назидательность. Но просто поймите, что жанр советов подразумевает некоторую назидательность, и с этим ничего нельзя снизить. Я заранее подошу извинения. Прежде всего, принципиально важно понимать, что кризис у нас будет долгий. В отличие от 1998 года, когда ударило по голове, и те, кто выжили в самый критический момент, когда две недели в стране останавливались грузовые перевозки, а потом выжили в последующие пару месяцев, у тех уже потом все было нормально. Нужно было продержаться короткое время. Сейчас кризис связан с вооружением в депрессию. Он будет долгий. Это будет не удар, а медленное удушение. Это осень 2008 года, для кого-то январь-февраль 2009, растянутый на несколько лет. Будут локальные улучшения, будут локальные укушения. Но в целом это надолго. В связи с этим первое и самое главное, и на самом деле наименее нам знакомое, это психологическая гигиена или психическая гигиена. Чувства влияют на нас. Человек всегда находит в себе проблемы. Мы так устроены. Майковский когда-то писал, что гвоздь в моем сапоге кошмарней, чем фантазию йота. Но если у нас нет больших кошмаров, мы обязательно находим себе маленький. Так вот, нас в нашей системе образования учат очень многим хорошим вещам, но не учат двум вещам. Не учат принимать решения, нести за них ответственность. И второе, не учат как самим с собой вращаться. Не учат психологической гигиени, правилам контроля за своей психикой. Это очень большая ошибка, очень большой порог нашей системы образования, которая нам всем очень сильно мешает. Так вот, главное в условиях кризиса – это контроль за своими чувствами и эмоциями. Американцы в свое время сделали замечательные исследования. У них был опыт войны во Вьетнаме, у них был опыт их военнопленных в Японии, во Вьетнаме, в Германии. Их очень заинтересовало. А почему в одних и тех же условиях одни люди погибают, а другие живут и даже вполне нормально себя чувствуют? Вот первое правило для кризиса. Что нужно понять, что это всерьез и надолго. Не нужно ждать, когда это кончится. Не нужно думать, что вот через месяц все это пройдет, и мы вернемся в прежнюю жизнь. Просто поймите, что правила изменились, и теперь норма вот такая. Она плохая, но теперь это норма. Американцы очень четко зафиксируют в своих исследованиях, что первыми всегда и везде погибают оптимисты, которые ждут, что неприятности вот-вот кончатся. Они попали в неприятную ситуацию и думают, ага, через два месяца все будет хорошо. Проходят два месяца, все по-прежнему. Или даже еще хуже. Говорят, ну ладно, черт с ним, к Рождеству точно все обойдется. То есть, проходит Рождество, улучшение не происходит. И рано или поздно, откладывая, вот ожидая вот так вот избавления от всех проблем, они теряют веру в себя, они опускаются и, соответственно, достаточно быстро погибают. Нужно понимать, что это некоторые новые правила игры. Это новая норма, которая плохая. И ее нужно воспринимать как норму. Если произойдет улучшение, замечательно, вы к этому улучшению легко адаптируетесь, человек привыкает к хорошему и легко. Но если все будет плохо, вы не испытаете разочарование. Это первое. Второе. Очень важно, нельзя опускаться ни в каких условиях. Вот когда я служил в армию, у нас было много разнообразных правил жизни. Там дедовщина была и все. Было одно абсолютное правило. Что если человек перестает за собой следить, перестает умываться или, скажем, носит носки, но их не стирает, этого человека начинают бить. Просто потому, что начав отпускаться, человек очень быстро разрушает свое здоровье и становится большой обузой для окружающих. Мой любимый герой всей французской литературы, причем я уже забыл, как его звали, какой писатель про это писал, какой-то отставной полковник, у которого случился полный кровь жизни, он лишился всего и в итоге жил под мостом вместе с бродягами. И каждое утро у него начиналось с того, что он умывался, он брился и закручивал усы так, чтобы они торчали, так как, соответственно, по моде того времени, чтобы были острые кончики и красивые. Это будет способ сохраниться. Потому что сегодня вы перестаете бриться, послезавтра вы перестаете чистить зубы, и после-послезавтра вы умираете от головной боли или от общего заражения, потому что расцарапали ранку и туда попала зараза. Принципиально важная вещь – это категорический запрет отчаяния. То есть есть чувства, которые саморазрушительны, есть чувства, которые нерентабельны, поэтому допускать их не надо. Месть, ненависть, зависть – это вещи, которые вредны. В этом отношении христианская религия очень эффективна и полезна. Недаром американцы придумали целую христианскую науку на этом основании. Но отчаяние – это чувство, которое нужно себе запретить категорически, потому что оно не разрушает, оно вас убивает. Вот есть замечательная китайская цивилизация, которую я очень люблю. У них есть много странностей с нашей точки зрения. Одна из этих странностей – у них полностью ампутировано чувство отчаяния. В какой бы катастрофической ситуации китаец не попадал, он не отчаивается. Это можно объяснить историей, когда их вырезали целыми провинциями, и тот, кто был недостаточно жизнеспособен, просто не имел шансов выжить. Но это сильно повышает жизнеспособность общества. Вот просто поймите, отчаяние – это чувство, которое вызывает рак. А рак вызывается, если брать статистику, двумя вещами – плохой экологии и второе – утрата смысла жизни. То есть чувством отчаяния или острым, когда происходит какая-то катастрофа, или растянутого времени, когда человек не понимает, зачем он живет. Организм выключает сам себя, сам себя убивает. Поэтому это чувство, за ним нужно следить, как бы ни было плохо, как бы ни было тяжело, как бы ни было безысходно. Это чувство, которое нужно себе запретить раз и навсегда. На самом деле, это вопрос, что выбирать в жизни, на что смотреть. Потому что, как бы ни было плохо, как бы ни было тяжело, мы все равно живем, вокруг нас какая-то природа, вокруг нас какая-то красота. Нужно уметь переключаться на это и нужно уметь этому радоваться. Одна из моих любимых историй – это история американца-японца, которые работали в оккупационной американской администрации в Японии. Им нужно было пробираться к месту своей работы, в офис, через завал, через руины, из общежития, где они жили. И в какой-то момент американец нашел более прямой ход через эти руины, и благодаря этому они экономили 15 минут. Он повел японцев показывать более короткую дорогу, и они пришли на работу на 15 минут раньше. Американец пошел работать, а японец сел на лавочку, стал любоваться каким-то кустиком, когда американец ему страшно изумился, он сказал, ну как же так, я же должен радоваться жизни. Вот эти 15 минут я потрачу на то, чтобы, грубо говоря, себя отремонтировать. Это очень важно. У американцев возникла психиатрия как индустрия, как отрасль экономики во время войны. Им пришлось в массовом порядке переходить на выпуск массовых изделий низкого качества. И квалифицированные рабочие, которым пришлось каждый день делать то, что они считали браком, вместо очень точных вещей делать менее точные, но в большем количестве, они стали от этого сходить с ума. И массовая психиатрия появилась просто как отрасль по ремонту людей, по ремонту рабочей силы. У них это есть, у нас этого, к сожалению, нет. Поэтому у нас этим приходится заниматься каждый для себя. Но это очень важная вещь. Я очень советую посмотреть всем старый итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Как человек находит чему радоваться и как цепляться в жизнь, даже находясь в самых неприспособленных для этого условиях в концерте. Дальше. Одной из плохих особенностей русской национальной культуры является нелюбовь к себе и к окружающим. У нас есть хорошие черты, есть черты, которые нам вредят. Мы с огромным удовольствием прощаем начальству все, что угодно. Своим близким мы этого не прощаем. Нужно понимать, что никакого другого тыла, кроме вашей семьи, у вас нет и никогда не будет. Поэтому никаких решений нельзя принимать в состоянии эмоционального стресса. И лучше вообще ничего не делая в состоянии эмоционального стресса. И нужно понимать, что как бы сильно вас не раздражали ваши близкие, самые плохие близкие, как правило, хуже, чем одиночество. Это один из железных принципов. Нашей большой проблемой является такой антидепрессант, как алкоголь. Это тоже зашито у многих в культурную матрицу. В условиях кризиса нужно запретить себе пить в условиях горя и для того, чтобы отвлечься от проблем. И крайне желательно ограничить потребление алкоголя в ситуации радости. Вот у меня все хорошо, вот на радостик можно выпить. Вот для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы забыться, или просто сидя перед телевизором, пить в условиях кризиса не надо. Потому что человек попадает в зависимость незаметно для себя. Особенно это касается женщин, потому что женский алкоголизм – это вещь более стремительно развивающаяся и более страшная, чем мужская. Вот если удастся сделать так, что алкоголь – это для праздников, это будет очень хорошо. Дариш, нужно помнить всегда, что люди воспринимают не то, что вы сказали. И люди воспринимают не то, что они услышали. Люди воспринимают то, что они подумали об услышанном. И все люди устроены по-разному, и все люди воспринимают одни и те же слова совершенно по-разному. Поэтому не нужно впадать в панику и истерику, когда вас не понимают, с одной стороны. А с другой стороны, пожалуйста, постарайтесь выносить свои мысли как можно более подробно. Есть такой замечательный политический деятель Федер Кастр, который прославился тем, что он произносит речи по пять с половиной часов, когда он был здоров, разумеется. Я очень над этим смеялся, над неизлечимой страстью латиноамериканцев к словесному излиянию. Пока мне кубинцы не объяснили почему. Они сказали, ну ты пойми, что наше общество состоит из пяти больших кусков. Это совсем не грамотные крестьяне, это рабочие, это интеллигенцы, это военные и госуправленцы, это инженеры. Это люди, которые мыслят по-разному, говорят на разных языках и воспринимают разные слова. И когда Фидель выступает перед народом, он сначала говорит для крестьян, потом для рабочих, потом для инженеров, потом для военных и чиновников и потом уже для интеллигенции. Он каждую мысль, значимую для общества, проговаривает по пять раз, чтобы все поняли. Поэтому, когда вы с кем-то разговариваете, говорите что-то важное, вспомните опять-таки американские инструкции для публично выступающих. Они очень смешные, но они правильные. Первое, если вы хотите что-то сказать, начните выступление с того, что вы хотите сказать. После этого скажите то, что вы хотите сказать еще раз. И наконец, в завершении своего выступления, скажите то, что вы хотите сказать, чтобы люди поняли. Можно говорить разными словами. У меня очень яркое воспоминание. Один мой хороший знакомый, он из одной из наших замечательных спецслужб, где он, как я сильно подозреваю, специализировался на допросах по его повадкам. Попал пресс-секретарю к одному из гражданских деятелей. И вот сидит такая огромная гора мышц, звероватая, такая звероватого вида, вот так вот нависая на столу. А перед ним в отдалении стола сидят тоненькие, хрупкие девушки, страшно напуганные этим чудовищем, которое над ними нависает. И он им объясняет, что он им хочет сказать. И поскольку он понимает, что это девушки интеллигентные, и они говорят на другом языке, чем он, то он говорит не просто очень медленно, но одну и ту же мысль разжевывает по три раза. Это важно, потому что мы все живем в разных царственных системах, в разных языковых системах. И мы очень часто не понимаем того, что нам говорят. Это особенно видно в семье. Знаете, для меня было очень ярким открытием, очень серьезным открытием, что женщины и мухчины по-разному воспринимают одну и ту же информацию. И безумное количество анекдотов про женскую логику, ну, я думаю, что у женщин того существуют аналогичные анекдоты про мухчин, они полностью соответствуют действительности. Я для себя это свел к формуле «мужчина узнает, женщина знает». У мужчины логический тип мышления, у женщины интуитивный тип мышления. Но просто поймите, что даже самому близкому, самому дорогому вам человеку не все можно объяснить и не все можно доказать. Ну, то есть я прекрасно помню по жизни своих родителей, что моя мама четверть века отучала отца лазить облизанной ложкой в банку со сметаной. И в конце концов ей удалось его отучить, но не потому, что он понял, что это плохо, что сметана от этого может испортиться, а потому, что он все-таки понял, что вот его жене это не нравится по непонятным причинам. Но если по непонятным причинам ей это не нравится, хорошо, я так делать не буду. Вот из такого рода компромиссов состоит жизнь не только семейная, поскольку в семейной жизни предъявляемые друг другу наибольшие требования, с моей точки зрения, напрасно, то и там это проявляется с особой жесткостью. Значит, что касается еще семейной жизни. Вещь, которую нас не учили, но, наверное, некоторым из вас это пригодится. Я поношу извинения, если некоторым не пригодится, кто-то это уже знает. Есть объявление, которое называется «Кризис двух месяцев». После рождения ребенка, примерно через два месяца, примерно в трех четвертях семей, а может быть и больше, возникает страшный, чудовищный разлад даже между самыми любящими супругами. Возникает биологическая непереносимость друг друга. Я знаю людей, которые прожили 10 лет вместе до и живут 10 лет вместе после этого. Когда у них родился ребенок первый, то они не могли физически идти вместе. Кто-то из них обязательно переходил на противоположную сторону улицы, потому что вот с этим он рядом существовать не может. Если вас это минует, ваше счастье. Но если это с вами случится, просто поймите, что это биопсихологическая, физиологическая закономерность. Это не связано с тем, что кто-то хорош, кто-то плох, кто-то прав, кто-то неправ. Это бывает. Это нужно пережить. Перетерпеть 2-3 недели. Вот просто не давайте волю эмоциям, не давайте никаких оценочных осуждений. Да, человек сошел с ума. Да, это бывает. Это пройдет через 2-3, максимум 4 недели, которые нужно как-то просуществовать. Это время, которое нужно просто перетерпеть. Это то, чему у нас не учат ни в школах, ни в вузах, но что нужно знать, потому что большая доля разводов, совершенно напрасных и нелепых, связана именно с этим. В частных беседах, когда меня начинают спрашивать о том, как жить в кризис, и когда начинают рассказывать, что ни о какой пенсионной системе кроме ваших детей у вас скорее всего не будет, возникает вопрос, а стоит ли заводить детей в кризис. Это вопрос личного решения. Я совершенно не готов отдавать советы, тем более вмешиваться сюда. Я могу привести один пример от жизни. Мама моей жены родилась в ноябре 1941 года на железнодорожной станции Читам. В самое неблагоприятное время. В условиях, когда реально ожидали японского нападения. Японцы были не немцы, они в плане жестокости были значительно хуже. И с точки зрения логики и нормальных потребительских ориентаций, этот ребенок родиться был не должен. Но если бы это случилось, то у меня не было бы жены. У нас всегда будут все или иные неприятности. Мы живем в стране, которая для комфортной жизни мало оборудована, как писал Маякурский, и вряд ли будет оборудована в ближайшие 5-10 лет. И безусловно, дети очень сильно ухудшают условия жизни и достаточно часто сильно вредят коррекции. Но есть время, в течение которых можно родить детей, а за пределами этого времени детей родить уже нельзя. Просто помните, что дети – это не только ваша пенсия, это в определенном смысле смысл существования. И счастливых семей без детей очень немного не потому, что это хорошо или плохо, а просто потому, что человек так физиологически устроен, что ему нужны дети для того, чтобы ощущать полноту жизни. Вот известная американская фраза о том, что веселого гея нужно увидеть только в гробу, вызванная тем, что у однополых пар не бывают детей. Их истошенная борьба за право удочерения, усыновления и так далее связана именно с этим, что без детей человек, большинство людей по просто физиологическим причинам не может чувствовать себя полностью полноценным. Это инстинкты, которые в нас зашиты и с которыми мы ничего сделать не можем. Другое дело, что если вы ребенка воспитываете плохо, то он вашу семью не укрепит, а может даже и разрушить. И здесь опять-таки простые правила на будущее кому-то. Первое – при детях нельзя ссориться. Вы можете как угодно друг к другу относиться, но когда вы ссоритесь при детях, вы разрушаете их мир. Для них это крах мира. Это делать нельзя. Второе – детям обязательно нужны рамки. Это противоречит многим ценностям европейцев, многим даже моим ценностям. Но я столкнулся на практике, что если вы детей не ограничиваете, они начинают искать рамки методом тыка. Им нужны запреты, им нужны ограничения, которые они будут пробовать на зуб. Без этого они не чувствуют системы координат. Система координат ребенка – это граница между тем, что можно, и тем, что нельзя. Пусть она расширяется, но она обязательно должна быть в явной форме. При этом по мере взросления им нужно делегировать полномочия, и вы обязательно будете сталкиваться с обманом. Потому что ребенок, все границы, все правила обязательно рубут на зуб. И к этому обману нужно быть готовым и заранее знать, что с этим делать. Дальше. Ребенок развивается не сам по себе и не перед компьютером. Ребенок развивается в процессе совместного делания чего бы то ни было вместе с вами. В любой момент времени есть что-то, что он может сделать сам, и есть что-то, что он сделать не может. И очень большая сфера, что он может делать вместе с вами. Вот он развивается внутри той сферы, в которой он делает что-то вместе с вами. Если вы не будете отрывать от своей жизни какое-то время, чтобы с ним возиться, причем желательно развивающий мир, а не просто так, он развиваться будет медленно и будет отставать от сверстников, будет проигрывать композицию. Очень часто в условиях кризиса мы сталкиваемся с ситуацией падения социального статуса. Дети очень жестокая среда, она без тормозов. Особенно жестокая она сейчас, когда все меряется потреблением. Если вы столкнулись с падением социального статуса, пожалуйста, подумайте о том, как подготовить к этому ребенка заранее. Чтобы вы не выглядели в его глаза бессмысленным лузерам и неудачникам, потому что это обесценивает его жизнь тоже, и чтобы он был к этому внутренне готов. Дальше. Есть книжка Гиппенрейтер, сложная фамилия, но ее стоит запомнить. Гиппенрейтер называется «Разговаривать с ребенком как?» О том, как правильно общаться с детьми. На самом деле, если ребенку задавать прямые вопросы типа «Как живешь?», вы получите прямой ответ «Нормальный, ничего большее». Прекрасно помню, как меня так задрожал в моем детстве. Вопрос нужно задавать так. Чувствуешь ли ты вот это вот? Думаешь ли ты об этом? Ты так хочешь сказать? И так далее. И тогда вот в режиме такого диалога, диалог будет выстраиваться. Ребенок в него будет увлекаться и будет вашим, по крайней мере, если не другом, то партнером. Если вы будете общаться с ним как со взрослым, то состояние духовного отчуждения возникнет значительно раньше, чем это положено по физиологическим причинам. Теперь простая вещь, которая необходима с точки зрения внутренней дисциплины. Кризис – это время, когда расслабляться не надо. Кризис – это время, когда нужно действовать быстро и продуманно. Замечательная, опять-таки, американская фраза, что такое быстро действовать. Действовать быстро – это значит совершать медленные движения без промежутков между ними. В обычное время люди делятся на две категории. Кому-то не хватает денег, кому-то не хватает времени. В кризис, если вы не опустили руки, вам начинает не хватать ни того, ни другого. Значит, нужно вспоминать подростковые правила. В кризис. В кризис. В кризис.